Благоприятная эпидемиологическая ситуация на фоне активной кампании вакцинации позволяет ряду европейских стран возобновить туристический сектор. Первая граница для граждан государств Евросоюза, Великобритании, а также стран, входящих в шенгенскую зону, открыла Португалия. Ожидается большой наплыв, поток очень счастливых людей. И это понятно, ведь люди были фактически заблокированы, не могли никуда выезжать на протяжении полутора лет. В отличие от Португалии, Испания пока не открыла границы для британских туристов, миллионы которых приезжают в эту страну каждый год. Однако министр туризма призвала путешественников начинать готовиться к отдыху в Испанию уже сейчас. По ее словам, условия позволяют возобновить международные и внутренние поездки в самое ближайшее время. В этом году Испания планирует принять около 45 миллионов иностранных туристов. Обязательно карантин после приезда для граждан России отменила Греция, однако для посетивших страну есть условия. Они должны предоставить справку о вакцинации или о перенесенном ковиде и наличии антител, либо же отрицательного пиццар-теста. За свободу рано утром сняли маски и отпраздновали возобновление деятельности ресторанов, баров и пабов. Первые за семь месяцев жители Польша обслуживания пока ограничены лишь открытыми террасами, но с 29 мая будет разрешено обедать и в помещении. Франция готовится в среду вновь открыть музеи, театры, кино и концертные залы с ограниченной вместимостью людей, а комендантский час будет немного ослабленный и начинаться на два часа позднее, в 21.00. Между тем, пока не все страны Европы готовы смягчить карантин и ограничения, что вызывает недовольство среди населения. На площади Карлсплац в Вене несколько сотен людей собрались, чтобы потребовать от правительства отмены локдауна. Они маршировали, держа в руках государственное знамя и таблички с надписью «Детский смех» вместо маски. Давайте все объединимся. Давайте объединимся слева, давайте объединимся справа, давайте объединим людей. Будь то те, кто отрицают корону, или те, кто верит в нее. Это не имеет значения. Так больше продолжаться не может. Тайвань, считавшийся одним из образцов борьбы с пандемией, вводит ограничения после того, как было выявлено 180 случаев заражения. Третий уровень опасности в Тайване вводят впервые. Ограничения будут действовать на протяжении двух недель. Альбина Абдрахманова, CBC.